Добрый день, уважаемые телезрители. Сегодня в программе «Тема дня» мы подводим итоги областному географическому фестивалю «Фрегат Паллада». Игорь Гирьевич, наверное, можно разделить на две составных части. Это зрелищная, событийная и научная конференция «Трёшниковские чтения». Наверное, давайте начнём с первой. Сколько человек в результате посетило этот фестиваль? — Фестиваль оказался рекордным по количеству посетителей. Официальная электронная регистрация на обоих входах во дворце творчества учащихся показала цифру в итоге 13100 человек. Чуть больше этой цифры. Это рекорд за всю историю проведения фестиваля. При этом в последний день, в субботу 30 марта, дворец посетило около 3900 человек. Это тоже является абсолютным рекордом одного дня за всю историю проведения фестиваля. — Я так понимаю, что не случайно фестиваль проводится именно в весенние каникулы. Делегации со всех районов приехали к вам. Все школьники побывали? — Почти со всех районов и городов области. И очень много было горожан. Причём было много, как никогда раньше, людей, которые пришли не в группе, а пришли семьями. Их численность, по нашим оценкам, превышает сильно 5000 человек. В субботу преимущественно шли семьями, а не группами. — Дети привели родителей? — Дети привели родителей. И бабушек, и дедушек тоже. То есть были очень разношерстные компании, и было очень интересно за всем этим наблюдать. Самое главное были горящие глаза у многих не только детей, но и у родителей. — Скажите, пожалуйста, как воспринимают приглашения для участия в этом фестивале иногородние гости? Сегодня самая далёкая точка была Бурятия или нет? — Если брать участников, а вообще всего принимало участие около 120 стендистов и более 150 волонтёров, я думаю, Сергей Николаевич об этом поподробнее расскажет, то все откликались с огромным интересом. — Ну да, и здесь вопрос к Сергею Николаевичу. Пожалуйста, расскажите о том, сколько волонтёров было задействовано, насколько им было трудно организовать этот фестиваль. Ну и, наверное, интересы особенные они тоже здесь подчеркнули. — Добрый вечер. Действительно, волонтёры в этом году, да как и впрочем всегда, очень активно принимали участие. Игорь Игоревич уже сказал, что 150 человек волонтёров было. Причём могу сказать, что уже традиция соблюдается, что волонтёрский корпус у нас не только ульяновский, он общероссийский. В этом году из шести регионов ребята приехали дополнительно, 18 человек приехали. — А я-то думал, это все ученики педуниверситета ЕСТ и ФАКа. — Нет, нет. Это сводный отряд волонтёрский. — Во-первых, со всех, без исключения университетов области, были ребята. — Здесь делились не только университеты, там и разные категории ребят были. Самое главное то, что действительно волонтёры на себя взяли именно вот такую составляющую часть, это логистическую функцию, приём большого количества людей. Когда 13 тысяч человек посещают мероприятия, с ними нужно обязательно заниматься, для того, чтобы не было сбоев, для того, чтобы у людей был позитив от того, что пришёл, сколько всего много. А волонтёры — это как раз люди, которые помогали людям ориентироваться на площадках, которых в этом году снова огромное количество. Всё нужно успеть пройти так, чтобы не потерять ничего. Понятное дело, что ребята уставали, но, наверное, это хорошо. Они получили опыт, большое общение, опыт, и участвуя в таком мероприятии, обогащаешься. Поэтому, я думаю, что ребятам повезло. Конечно, и нам с ними также. — Какая самая популярная была площадка, Игорь Григорьевич, можете сказать? — Наверное, всё-таки площадка на втором этаже дворца, где были хаски. — Животные. — Да, животные, но там же рядом на втором этаже проходил непрерывный практически концерт. Ансамбли и творческий групп, представляющих различные народы, проживающие в Ульяновской области. Эта зона тоже была очень популярной. Новые зоны, которые были созданы, и парашютные. Право на прыжок она у нас называлась. И бурятская зона с настоящей бурятской юртой. И, конечно, спортзал, где, например, в субботу настоящее шоу показала областная федерация стрельбы из лука. Стреляли из нескольких видов лука, и каждый посетитель мог выбрать для себя лук и попробовать свои силы. — Наверное, стоит разделить. Малыши хотели погладить животное, а ребята постарше попробовать себя с парашютом. — Стреляли из 60 зон, из них только мастерских 12. Два ткацких станка, настоящих, действующих, которые были установлены в фойе второго этажа, пользовались огромной популярностью. Два дня работали они, это пятница и суббота. Было так много желающих принять участие в фестивале, что мастерские менялись. То есть первые два дня действовали одни мастерские, а два заключительных дня фестиваля другие. Все это, с одной стороны, разнообразило программу, с другой стороны, человек, который приходил на фестиваль по второму кругу, что называется, видел то, что он не видел в предыдущий приход. — Результат трешниковских чтений, научное изыскание, какой результат дали? — Более 600 ученых и студентов, школьных учителей принимал участие в трешниковских чтениях в этом году. Кроме пленарного заседания, на котором, кстати, состоялась премьера художественного фильма режиссера Владимира Стругацкого «Хозяин двух полюсов», посвященных нашему земляку, академику Трешнику, работали сразу несколько секций. Одна из них была посвящена физической географии, другая – экономической географии. Была секция, посвященная охране водных объектов, и секция, которая была посвящена палеонтологическим исследованиям. То есть ученые разных направлений делали доклады. Надо сказать, что фестиваль-то ведь сегодня – это не только огромная развлекательная программа. Хочу, кстати, напомнить, что ведь и в информационном ядерном центре, который расположен у нас в областной научной библиотеке, и в Краеведческом музее тоже были зоны фестиваля. А еще и деловая площадка, где идут интереснейшие переговоры. Ведь одним из гостей фестиваля был Шамиль Позняков, являющийся директором крупнейшего в стране института озероведения Академии наук. Это, кстати, тот научный центр, который сейчас исследует тему берега укрепления Куйбышского водохранилища. И состоялись переговоры с руководством нашего министерства, отвечающего за природоохранную деятельность регионального министерства. Как раз по этому профилю. Как раз по этому профилю. То есть, кроме того, что мы все видели в качестве развлечения, была еще оставшаяся за кадром большая переговорная работа с теми учеными, которые приехали к нам. Ну, достигнуты договоренности при открости завязанной. Предварительные, да. О планах? Планы. Сейчас очень много предложений с разных сторон поступает о том, что нужно добавить к фестивалю, как его переформатировать. Идут многочисленные споры о том, нужно ли оставлять дворец творчества учащихся как главную площадку. На мой взгляд, дворец чрезвычайно уютный. И сама его архитектура, то, как он создавался в 70-м году, позволяет разместить, не мешая друг другу, огромное количество зон. То есть, площадей хватает. Да, на мой взгляд, вопрос не в том, чтобы переезжать, а скорее в том, чтобы сделать работу каждой зоны наиболее продуктивной. И учесть те предложения, которые мы получаем. Вот опыт этого года, когда происходит фактически в одном и том же помещении смена площадок, то есть одна площадка меняет друг другу, мне кажется, заслуживает внимания. Сегодня очень много говорится о пропаганде научных знаний. Сегодня очень много говорится о патриотическом воспитании. Мне кажется, вот такая форма, как географический фестиваль, позволяет решать и ту, и другую задачу. Используя все современные методы. И используя анимацию, игру. Потому что, если парнишка или девушка лет 15-16 имеет один интерес, то мальчик или девочка лет 9-10 другой. И на фестивале должны быть зоны интересные как для тех, так и для других. Самое главное, что на ребенка вываливается, другого слова даже не подберу, в течение его полутора-двух часов пребывания на фестивале огромный объем информации. И это заставляет задуматься ему о том, чтобы прийти еще раз и поподробнее познакомиться с тем, что не удалось сделать накануне. Ну да, тут четырех дней, конечно, будет мало. В сентябре пройдет очередной географический, всероссийский географический фестиваль в Москве. Еще раз напомню, что наш фестиваль является самым большим географическим фестивалем за пределами столицы. Я думаю, что мы можем там подхватить несколько новых, свежих идей. Ведь сам наш фестиваль родился из-за того, что мы посмотрели, как пять лет назад проводился первый подобный фестиваль в Москве. Некоторые из наших зон созданы на основе тех зон 2014 года. Хотя огромное количество зон фактически это уже, скажем так, ульяновское изобретение и ульяновские инновации. Но сам толчок к созданию фестиваля был именно в 2014 году при проведении федерального географического фестиваля. Я надеюсь, что вот это сентябрьское мероприятие даст нам целый ряд новых идей. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Напоминаю телезрителям, что сегодня в программе «Тема дня» мы подводили итоги областного географического фестиваля «Фрегат Паллада». До свидания.